Згодно с указом президента Беларуси, по выниках работы за прошлую пятигодку, Мазырский район будет занесен на республиканскую дожку гонору. Эта подея отбудется 1 мая. А сегодня ситуация в районе ознайомились наши корреспонденты. Об этом, что Мазырский район саправдой лепший, можно мерковать уже по ступени доброупорядкованности города. Уреште сустракают падений, а и оно у районного центра вельми высокой якости. Еще праздники час гости переконаются. Мясовые жихары по праву гонораться не только с внешним выглядом, своей малой родимы. На протягу уже некоторых годов в районе выконуются все плановые показчики, что позволяет забеспечивать достаточно высокую среднюю зарплату. На экономичную ситуацию в Мазырском районе истотно не поуплывала навод пандемия коронавирусу. Тут не только заховали все внешнеэкономичные стосунки, а и кажутся в намеры заключения новых погоднений. Конечно, были вопросы, но все это перенесено было в режиме онлайн, решались какие-то детализировались и контрактные темы. Плюс ко всему экономический форум, который мы проводим, и Полесскую скарбницу у нас на территории Мазырского района. Он состоялся и планируем также в этом году, в сентябре месяце, такие мероприятия проводить для того, чтобы была возможность напрямую посетить всем участникам, нашим гостям непосредственно производственные объекты, увидеть процессы производства, увидеть качество производственной продукции и заключить новые контракты. Саугаз-комбинат «Зара» – одно из лучших сельгаз-предприемств на территории краины. Сегодня тут развивают несколько накерунков и все приносят прибыток. Настолько значны, что позволяет не только выплачивать высокие заробки, а и створать новые вытворчасти. До конца этого года Мазырани плануют завершить реализацию буйного инвестиционного проекта по открытии зауластной сроки инкубатория. По плануемых объемах вытворчасти на Гомишине ничего подобного нема. Цех по производству инкубационного яйца на первом этапе сегодня рассчитан на 5 миллионов инкубационного яйца с перспективой развития до 10 миллионов яйца инкубационного. Ну и, соответственно, инкубаторий тоже на такой же объем производства суточных цыплят-бройлера. Сейчас, например, яйцо идет с довольно высокой рентабельностью, которое там свыше 70%, оно идет востребовано в России, идет на экспорт. Поэтому я думаю, что то же самое будет и по суточному цыпленку. И я думаю, если бы мы не просчитали и не видели перспективу, то мы такой дорогой проект для нашего предприятия даже и не начинали бы. Стратных предприемств в Мазырском районе нема и в промысловом комплексе. Бодай самый значный инвестпроект зараз реализуется на Мазырском нафтоперопроцовщем заводе. Комбинованная установка гидрокрекингу по сутности завод у заводе. Первую продукцию на им плануют отримать на конец этого года с наступным выходом на проектную могутность. Задача – повышение глубины перепроцовки сыровины. Это позволит повеличить объемы светлых нафтопродуктов, которые на рынке каштуют значительно дороже за мазут. В акционерном товаристве уповнены, принятое каля шести годов тому решение обудовнистой установки было правильным. Спуском нового завода Мазырске нафтоперопроцовщи увойдя улик лепших европейских вытворчастей. Проект для нашего предприятия, и однозначно такой комплекс необходимо было строить, потому что он позволяет увеличить глубину переработки нефти, увеличить выход светлых нефтепродуктов. Это то, к чему стремятся все предприятия нефтепереработки в мире. Мы не исключение, и так как этот проект – это, по сути, последнее слово в нефтепереработке, то построив этот проект, мы значительно увеличиваем свою техническую оснащенность. Завод переходит в число уже европейских мировых лидеров в области нефтепереработки. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.